Психосоматический массаж Итак, актуальность. Психосоматические беспокойства – это физические расстройства, имеющие психологические причины. По разным источникам от 60 до 80% всех заболеваний являются психосоматическими. Психосоматические беспокойства у спортсменов являются достаточно частыми явлениями из-за экстремальных нагрузок и полученных во время тренировок и соревнований травм. Стандартные техники, в которых требуется глубокая рефлексия, не всегда подходят для таких видов спорта, как бокс, борьба, гребли и т.п. из-за низкого уровня рефлексии и невысокого уровня ассоциативного мышления. Следовательно, этиологическим лечением психосоматических беспокойств является работа с психологическими причинами. То есть спортсменам необходимо проводить психологическую коррекцию по устранению причин психосоматических беспокойств. Факторы, вызывающие и провоцирующие возникновение психосоматических беспокойств. Первое – это внутренний конфликт. Впервые описанный в рамках психоанализа вызывает огромное количество психосоматических расстройств. Второе – вторичная выгода. Условная выгода, мотивация. В этом случае болезнь приносит какую-то выгоду, в результате чего вылечить человека очень сложно. Третье – внушение. Характерен для инфантильных, поддающихся внушению личностей. Четвертое – самовнушение. Это самопрограммирование организма на выполнение мыслительных команд. У каждого из нас есть выражение типа «у меня от этого мозг опухает», либо «это геморрой», либо «еще», и так далее подобное. То есть это и есть установки, после которых можно ожидать психосоматических беспокойств. Пятое – стремление быть похожим на кого-то. Очень часто у нас люди хотят быть похожим на кого-то. Это, кстати, на сознательном уровне, а также еще и на бессознательном уровне. То есть человек даже не осознает, что он стремится быть похожим на кого-то. Но, к сожалению, наши кумиры часто болеют чем-то. И поэтому мы, стремясь быть похожим на кого-то, также переносим на себя его заболевания. Шестое – наказание. Все заболевания – это возникающие на основе чувства вины. То есть если вы чувствуете себя виноватым перед кем-либо, либо за что-то, то как следствие это может вызвать психосоматическое беспокойство. Седьмое – психологические травмы. Это сильные эмоциональные переживания в прошлом. Ну, также в настоящем. Восьмое – это физические травмы. То есть любые физические травмы, полученные человеком в прошлом. Я перечислил восемь основных факторов, которые вызывают и провоцируют возникновение психосоматических беспокойств. Более подробно вы можете почитать о них, пройдя по ссылке. Вот внизу написано «читать подробнее». Событие, которое произошло в глубоком детстве, но уже забытое личностью, я поставил в кавычках забытое слово, на самом деле не забылась нервная система, а находится в нейронных сетях головного мозга. Таким образом, личность не осознает причины физического беспокойства, но именно мозг этого человека вызывает это беспокойство. Вот здесь на картинке я хорошо это представил, в виде такого вот рисунка человеческий мозг, пульсирующая нейронная активность. И в этой нейронной связи, в этой нейронной сети некая картинка события, то есть случай в прошлом. И именно этот случай создает психосоматическое беспокойство, которое можно найти, либо зафиксировать при помощи аппаратно-программного комплекса ИПР-1К. ИПР-1К расшифровывается как индикатор психоэмоциональных реакций. Итак, диагностика психосоматики. Для диагностики психосоматических беспокойств используют устройство для оценки психоэмоционального состояния человека, ИПР-1К. Указан патент, который мы получили. Заглянуть в глубины психики человека и найти там информацию, которая вызывает психосоматические беспокойства, все это теперь возможно сделать с аппаратно-программным комплексом ИПР. Диагностика, разработанная специально для проведения психологической диагностики, психологической консультации и раскрытия скрытых личностных ресурсов. Более подробного прибора можете, пройдя по ссылке, посмотреть. Диагностируемый берет в руку электрод ИПР-1К, а специалист проводит опрос или легкое касание тела диагностируемого. Специалист, прикасаясь к телу человека, или задавая вопросы согласно диагностическому шаблону, отслеживает показания на АПК и ПР-1К, которые в дальнейшем используются для составления протокола исследования психосоматики, в котором отображены области психосоматических беспокойств. Если говорить по времени, сколько уходит на диагностику, то это от 10 минут до получаса. Итак, как выглядит протокол исследования психосоматики? В протоколе исследования психосоматики отмечаются зоны физических беспокойств, имеющих причину в психике. Важно понимать, что специалист отмечает в протоколе области, где физическое беспокойство связано с заблокированными эмоциями. По полученным данным, содержащими информацию о наличии психосоматических беспокойств в определенных местах и с определенной силой, составляется индивидуальная программа психокоррекции. На рисунке видно тело женщины с разных сторон, и красными пятнами обозначены области беспокойств. Они, кстати, могут быть либо осознаваемыми, эти беспокойства, а могут быть неосознаваемыми. То есть человек может просто ничего не ощущать. В силу того, что эта соматика вытесняется им, либо она имеет какую-то вторичную выгоду, факт то, что мы это на приборе ИПР1К определяем и обозначаем в виде таких красных пятен, а также цифровое отображение, это как раз-таки сила, будем условно так говорить, это сила психосоматического беспокойства. При помощи вопросов у нас запатентованный метод, способ гармонизации психоэмоционального человека и массажа участков тела. Специалист помогает человеку вспомнить события из прошлого, которые являются причиной физического беспокойства, выразить заблокированные эмоции и создать позитивные установки о жизни и окружающих явлениях. В процессе психосоматического массажа высвобождаются подавленные ранее эмоции и состояния, такие как горе, гнев, страх, радость и так далее. А также осознаются установки, которые приводили к появлению психосоматических беспокойств. Ну, проще говоря, человек, проводя диагностику, и когда мы выявляем у него психосоматические беспокойства в определенных областях, этот человек проходит психологическую коррекцию. Эту коррекцию мы называем психосоматический массаж. Вот на этом рисунке я хочу показать сам принцип проведения психосоматического массажа. То есть есть мозг, в мозге есть нейроны. Нейроны записали какую-то информацию. Ну, в частности, две картинки, обведенные красным, это полученная боль. Личность сама дала установки, некие оценки этому событию. Ну, допустим, почком пипец пришел, либо голова трещит от боли. Эти установки и эти события, они как раз и приводят к беспокойству. Посредством стимулов внешних или внутренних, когда человек воспоминает, нейронная активность усиливается, и мы получаем на аппаратном программном комплексе ИПР-1К реакцию, которую интерпретируем как болезненная реакция. То есть в данном случае на этом рисунке видно, каким образом аппарат ИПР-1К фиксирует наличие боли в психике у человека, а также по этому рисунку можно понять, в общем-то, как проходит коррекция психологическая. То есть мы направляем внимание личности на события в прошлом и просим многократно этого человека переживать это событие и выражать те эмоции, которые там были подавлены, а также находить установки, которые были сформированы в тот момент. Вот два примера из проведения психосоматического массажа. Итак, первый пример. Спортсмен обратился с жалобой на пониженную силу и скорость удара правой прямой. Это боксер был. При диагностике правого запястья на АПК ИПР-1К было выявлено показание о наличии боли. В процессе психокоррекции, психосоматическим массажем, спортсмен вспомнил случай, произошедший на тренировке полгода назад, когда он подвернул правое запястье после удара по мешку. То есть после многократного переживания этого случая и разрядки эмоциональной силы и скорость удара правой прямой рукой восстановилась. Второй пример. Спортсменкой художественной гимнастики жаловалась на трудности выполнения вращений. В процессе психосоматического массажа спортсменка нашла в памяти случай, в котором мама наказывала за то, что она не сидела спокойно при выполнении уроков, говоря при этом «не крутись». Именно эта установка, подкрепленная эмоциональными переживаниями, не давала спортсменке выполнять вращения на тренировках и соревнованиях. Следовательно, когда спортсменка нашла эту установку, пережила ее, трансформировала, у спортсменки восстановилась способность делать вращения. Выводы. Способ гармонизации психоэмоционального состояния человека с аппаратно-программным комплексом ИПР-1К позволяет быстро диагностировать области психосоматических беспокойств, проводить психологическую коррекцию, так называемый психосоматический массаж, по нахождению причины психосоматических беспокойств. Третье. Устранять истинные причины психосоматических беспокойств. Обучиться использовать в своей работе АПК и ЭПР может любой человек. Обучение проходит стационарно или дистанционно по интернету, в группе или индивидуально. Сроки обучения от 3 до 7 дней и зависят от выбранного модуля. Первый модуль – это управление аппаратным программным комплексом ЭПР. Второй – это методики диагностики с использованием ЭПР. Третий – это коррекционно- методический комплекс с использованием ЭПР, методики коррекции осознаваемых и неосознаваемых эмоционально-смысловых доминантов. Четвертый модуль – диагностика стресс-факторов в деятельности человека с использованием ЭПР. То есть вы можете выбрать нужную вам область деятельности – это психологическое консультирование, педагогика, менеджмент, спорт, личностное развитие и так далее. Вот на картинке здесь представлены эти блоки. То есть каждый блок – это диск, на котором уроки, если это дистанционное обучение, то вы проходите каждый блок в своем режиме и осваиваете управление. Подробнее об обучении вы можете посмотреть по ссылке. Спасибо за внимание. Вы можете пригласить меня для демонстрации работы прибора ЭПР по диагностике психосоматики и проведению психоматического массажа. Ну, к себе лично. Я могу приехать, взять прибор, показать вам все, продемонстрировать и вы сами убедитесь в том, что оборудование работает, методика также работает. Спасибо за внимание. Было очень приятно ответить на ваши вопросы. До свидания. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. Спасибо. Спасибо.